Целый струнный концерт, молекулярная кухня, роботы, виртуальные игры, учебные тренажеры и многое другое было представлено на выставке с участием приморских колледжей и вузов в честь открытия декады среднего профобразования. На сегодняшний день профессиональное образование – это возможность приобрести специальность и сразу быть трудоустроенным. В ходе церемонии открытия декады губернатор Олег Кожемяка напомнил, что великие главы государства Никита Хрущев, Юрий Андропов и многие другие имели среднее профобразование. Именно в ваших руках находится судьба нашей страны. Именно вы своими руками, своими головами, своими мыслями будете создать всю экономику, социальную сферу Приморского края, нашего государства. Получение рабочей профессии – это первый шаг вообще к познанию себя. Первый шаг к тому, что ты начинаешь понимать, что такое труд. В рамках праздника также состоялось награждение самых активных сотрудников и студентов системы среднего профобразования региона. В крае сегодня насчитывается более 60 образовательных организаций, работающих по данной программе. Обучение ведется почти по 100 специальностям. Главной задачей является подготовка грамотных специалистов, востребованных на рынке труда. Уже в следующем году все колледжи, подведенные моему министерству, будут выходить на демонстрационные экзамены по выпуску наших студентов. 100% выпускников будут сдавать демонстрационные экзамены. Планируем, что уже к 27 году не менее 50% студентов при выпуске будут иметь договора целевого обучения с крупными работодателями. Декада будет проходить в течение двух недель. В крае состоятся различные активности и торжественные события. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.